Всем привет! Сегодня я выскажу свои мысли по поводу одной очень интересной темы. Почему, по моему мнению, в Warzone не будет новой карты, а в начале следующего сезона мы получим просто новый скин Верданска из 80-х годов. Если верить слухам и утечкам, которые появились на прошлой неделе, новой карты Уральские горы не будет. А в третьем сезоне мы получим просто обновленную версию старой карты со скином в стиле Cold War. Конечно же, я не хочу полностью отметать возможность появления новой карты позже, но из информации, которая есть в интернете по этому поводу, кажется, что по-настоящему новой карты не будет еще очень долго. И я бы хотел разобраться почему, и поговорить о интересной ситуации, в которой оказалась Warzone. Хочу заметить, что многое издалия сказанного будет домыслами и предположениями, но кое-что из этого было подтверждено чуваками, которые занимаются раскопкой утечек разработчиков. Большинство выводов в этом видео опираются на здравый смысл, исходя из того, что можно увидеть и найти в открытом доступе. Итак, как мне кажется, версия Верданска из 80-х годов, это наиболее легкий путь, который могли выбрать разработчики игры. Потому что для того, чтобы создать совершенно новую карту для Warzone, нужно потратить очень много времени. И обновленная версия Верданска, которую мы получим, это самое разумное, что могли сделать разработчики за тот период времени, который им был отведен издателем, то есть Activision Blizzard. Почему же так получилось? Корень этого вопроса, как мне кажется, лежит в том, что Warzone не должна была стать настолько успешной игрой и должна была умереть спустя год после релиза. Скорее всего, вы видели тизеры карты «Уральские горы». Если нет, поясню. Это карта, которая, по слухам, должна была стать новой картой для Warzone. Спорная солянка из карт режима Fireteam из Cold War. Звучит захватывающе, не правда ли? Но, скорее всего, эта карта была не для Warzone. «Уральские горы» — это должна была быть карта для обновленного Blackout. Если кто не знает, еще до выхода Warzone у Call of Duty уже был режим Королевской битвы. И он назывался Blackout. Но, насколько я знаю, он был не очень популярен и быстро скончался. А с выходом Warzone о нем и совсем забыли. Об обновлении режима Blackout писал именитый инсайдер Джефф Граб в своем твиттере. Информация об утечках от Таторова часто бывает очень точной. Писали, что Blackout 2 — это неточное название — должен был выйти на движке Cold War. И, исходя из такой информации, логично предположить, что после выхода Cold War War Warzone должна была умереть, и мы бы получили обновленный батл-рояль на движке Cold War. Но так как такие проекты обычно планируются задолго до выхода игры, планам не суждено было сбыться. А так как этот проект запланировали до выхода Warzone, и, скорее всего, он должен был выйти во время запуска Cold War, этого не случилось. Потому что Warzone внезапно стала самым популярным шутером. И заняла лидирующие позиции во всех рейтингах. Warzone завоевала огромный успех очень быстро, так же, как это сделали Apex Legends, Fortnite или PUBG в свое время. А так как от такого успеха невозможно откреститься, Warzone превратилась в самостоятельный продукт, а не обычное дополнение к мультиплееру Modern Warfare, как раньше, был Blackout для Black Ops Cold War. Мне кажется, что Activision не верила в успех Warzone и подумывала выпустить новый батл-рояль для следующей игры серии Call of Duty. Но случилось то, что случилось, и Warzone получила признание у огромного количества игроков, а планы по выпуску нового батл-рояля пришлось изменить. Несколько слов по поводу того, почему нельзя быстренько взять и создать сбалансированную и работающую карту для такого режима, как Warzone. Мне, как и большинству игроков, нравится движок, на котором работает Warzone. А так как Call of Duty Black Ops Cold War работает на совершенно другом и более старом движке, чем Warzone, модели, другие объекты, а также физику и характеристики к ним нельзя просто взять и перенести с одного движка на другой. И проще просто создать все с нуля. Это как если переносить модели из движка Unity на движок Unreal или заправлять самолеты не авиакеросином, а обычным бензином, которым заправляют автомобили. А это неизбежно приводит к поломке или катастрофе. С выходом Black Ops Cold War Warzone отдали на поддержку студии Raven Software. А для студии Raven Software, в которой работает всего 239 сотрудников и которая в прошлом занималась только поддержкой других игр Call of Duty, таких как Black Ops, Modern Warfare 3, Ghosts, Advanced Warfare, Black Ops 3, создать самостоятельную игру с количеством персонала, который в разы меньше, чем у тех же Infinity War, 444 сотрудниками, которые и сделали Modern Warfare и Warzone. Можно сказать, что эта задача очень тяжелая или почти невыполнимая в нынешних реалиях игровой индустрии. С уверенностью можно сказать, что сейчас Warzone это продукт, который во много раз превзошел отдельные игры, такие как тот же Modern Warfare 2019 или Cold War. И от идеи ежегодных операций баттл-рояля от Call of Duty пришлось отказаться от этой поддержки Warzone для того, чтобы она и дальше приносила прибыль. А в таких условиях, когда большие братья из Infinity Ward и Treyarch скорее всего заняты разработкой следующих Call of Duty, а даже поддержка Warzone, как мы видим по последним патчам, непростое занятие, например, из-за изменений в 1.34, что-то случилось с оружием из Modern Warfare, и, например, сейчас не работает перка с Light of Hand, которая повышает скорость перезарядки оружия, уж в мультиплеере не Warzone. Я не верю в способности Raven Software выпустить совершенно новую карту для Warzone, собранную из ассетов Cold War, на движке Modern Warfare, и выпустить обновленную версию Верданска, это наиболее простой и логичный выход из ситуации, в которой мы уже чуть больше года играем на одной и той же карте. Но все же я уверен, что мы получим совершенно новую карту. Но как скоро? Вы согласны со мной или нет? Пишите об этом в комментариях. А если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Это очень поможет в продвижении моего канала. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Check it out!